Добрый день! Сегодня очередная встреча по курсу прозрения, тема беседы, фрагменты реально случившегося прошлого. Название выбрано не случайно, то есть мы считаем, что реальная история, основная масса человечества, это 99 с хвостиком процентов населения, реальной истории просто не знают. Все исторические мифы являются отражением того, что реально случилось в прошлом. Степень приближения к тому, что реально происходило, может быть очень различная. В курсе прозрения мы точно также попытались предложить свою версию, свой исторический миф на глобальный исторический процесс. То есть глобальный исторический процесс, что происходило, можно описывать с разной степенью детальности. И в учебном курсе мы предложили свой исторический миф, действительно сильно обобщенный и с позиции достаточно общей теории управления. То есть мы исторический миф рассмотрели с позиции того, что есть человеческая популяция, у неё есть управление. Есть иерархические высшее объемлющее управление или в религиозной терминологии Бог, который не безучастен к тому, что происходит в биосфере планеты Земля. И он каким-то образом воздействует на биосферу. В отношении человеческой популяции у Бога есть свой план. Называется он Божий промысел. И вот согласно этого плану человеческая популяция и развивается. А глобальный исторический процесс – это результат взаимодействия управления собственной популяцией и воздействия иерархически высшего объемящего управления. Действительно, в учебном курсе, в главе культурологии, рассматривая типы цивилизаций, какие может построить человеческая популяция, мы указывали три – технократические, технологические и биологические. На тот момент, когда формировался учебный курс, когда он писался, это практически 10 лет тому назад, то мы стояли на позиции, что биологическая цивилизация – это наша будущая цель. То есть мы должны построить как идеал взвешенности, балансировости, вписанности в биосферу, биологический тип цивилизации. За прошедшие 10 лет выяснилось в результате наблюдения за различными объединениями вегетарианцев, сыроедов, различных ведистов, эзотериков, изучение опытов по моржеванию, технологии, предложенные Порфирием Ивановым, технологии закаливания детка. Вот все это осмысляя и рассматривая опыт людей, которые этим занялись серьезно и какое-то достаточно длительное время пытались жить соответствующим образом, точка зрения на то, что было в золотом веке человечества, в биологической цивилизации, изменилась. То есть, скорее всего, что жизнь в Эдемском саду, в раю, когда все готовое давало природам, не нужно было заниматься производством. Возможно, но при условии, что доминирующий тип строя психики был животный. И, соответственно, человеческая популяция была вписана в природные циклы. В видеоматериалах курса, начиная, по-моему, с 2012 года, прикладывались фильмы под рубрикой «Счастливые люди», где рассматривались природные циклы и как в современное нам время выживают в них остатки населения, живущие на Крайнем Севере, в отдаленных местностях, там, Горного Алтая. И вот знакомство с жизнью этих людей показывает, что жить в природном цикле для человека достаточно тяжело. То есть, ну, представьте себе жизнь без отпуска, без выходных. Да, понятно, что цикл сам по себе здоров. Но есть здоровье, которое, как бы, получается в результате вынужденного следования каким-то правилам. Ну, вот, в частности, подтянутость, поджарость можно обеспечить сокращением потребляемой пищи. То есть, человек, не имея возможности переесть или есть то, что ему нравится, может выглядеть и вести вполне, как бы, здоровый образ жизни. Но это вынужденная мера. А согласно нашим представлениям, в промысле предусматривалось, что по доброй воле человечество придет к мысли, как правильно самоуправляться, как организовать жизнь так, чтобы всем было комфортно. Ну, и опять же, рассматривая жизнь этих людей, можно обратить внимание, несмотря на явные преимущества, основным недостатком является то, что, получив возможность из природы брать полуфабрикат, человечество высвободило свободное время. И вот это свободное время направило на развитие творческого потенциала. И этот творческий потенциал в этих природных циклах подавляющую большинству жителей недоступен, поскольку они не знают, куда его применить. Как правило, свободное время они тратят на отдых, то есть на досуг. Досуг у животных предусмотрен естественным образом, то есть они либо играют, либо отдыхают, спят. Заниматься постоянно играми представители человеческой популяции почему-то не желают. Спать тоже больше не выспишься, чем можно, так сказать, себе позволить согласно биологической норме. И вот это свободное время, его наличие, нереализованность, она подталкивает человека заниматься личностным саморазвитием. И вся проблема этих территорий в том, что нет возможности этот потенциал развивать. То есть нет сферы приложения, нет соответствующей инфраструктуры. По этой причине молодежь бежит в города, где она надеется удовлетворить проблемы, связанные с досугом. Второй момент, который продемонстрировали все представители альтернативных схем питания, что национальные кухни, они возникли не на пустом месте и возникли по причине того, что для этих условий проживания, для тех условий, в которых они формировались, это было более оптимальное решение задачи, как накормить человечество так, чтобы сохранить максимальную работоспособность и здоровье, и как это сделать с минимальными затратами. И по этой причине переход в городскую среду требует того, чтобы культура питания была изменена. Но, к сожалению, все диеты, все схемы питания, которые сейчас можно наблюдать в городских условиях, этими качествами национальной кухни не обладают. Городское население либо переедает так, что проблема толстяков прет из всех, так сказать, щелей цивилизованных народов, либо не дает полноценного количества витаминов, микроэлементов, что ослабляет иммунитет и приводит к различным заболеваниям. Но также движение родноверов, анастасиевцев, которые в качестве идеала создали для себя образ анастасии, живущей в тайге, имеющей кожу ребенка, 40-градусный мороз, незамерзающий. Это все, в общем-то говоря, фантастика. То есть нет возможности проблему в суровом климате решить так, как это на фантазировом игре. Если посмотреть на животных, то по большому счету есть два множества путей решения этой проблемы. Это либо накапливать подкожный жир, что делают многие восстоногие, либо создавать покров шерстяной, перьевой и так далее. Обеспечить кровиток в таком большом диапазоне температур, как меняется на севере, ни один организм из биосферы возможность не продемонстрировал. Но вот такие простые соображения, наблюдения за жизнью людей, которые попытались следовать вот таким знаниям, пытаясь жить в современном нам мире по-другому, изменив качество, они говорят только об одном, что действительно навыки выживания в естественной среде населению давать необходимо. если вдруг каким-то образом человек за искусственную среду обитания вышел, эти навыки могут спасти ему жизнь. Но искусственная среда обитания для человеческой популяции жизненно необходима. И соответственно человечество с ней не расстанется. Но вот ее сбалансировать, вписать природные циклы, природные процессы, это та задача, которую человечество решить будет обязано, если хочет жить в биосфере планеты Земля. Поэтому несмотря то, что прозрение в качестве идеала указан путь в биологическую цивилизацию, я согласен с теми товарищами, которые указали, что скорее всего это заблуждение. Мы такую точку зрения тоже поддерживаем. Но переписывать текст прозрения конечно можно, но с другой стороны в этом необходимости критической я не вижу. Поэтому по возможности когда-то в следующей редакции будут внесены соответствующие изменения. По вопросу цивилизации я как бы внес коррективы, ответил на заданные вопросы, на замечания, которые получил. И теперь мы вернемся к глобальному историческому процессу и попытаемся обратить внимание на те факты, имевшие место реально в прошлом. то есть фрагменты реально случившегося в прошлом даны вам для того, чтобы вы сами посмотрели информационное поле, в котором живете и точно так же выявили массу информации, которая позволяет восстановить картину реально случившегося в прошлом. Начнем мы с самого общего, с того момента, каким образом формировалась планета Земля. Есть две точки зрения, религиозная точка зрения и научная точка зрения. Если рассматривать процесс создания Земли Творцом и Сидержителем с точки зрения религиозной, то с нашей точки зрения наиболее адекватно описано это в Коране. То есть описание возникновения Земли в Коране с нашей точки зрения сделано наиболее корректным образом. Но научная точка зрения, которая есть сейчас, она представлена вам на вот этих слайдах. То есть мы согласны, что действительно в процессе уплотнения вещества во Вселенной возникают небесные тела, планеты, звезды, различная космическая пыль, которая присутствует, она имеет свойство собираться в одно место. Ну и благодаря тому, что между всеми фрагментами мироздания есть взаимодействие, которое называют гравитационным, создаются условия, в которых происходит накопление массы. Ну и вот так из газообразного облака когда-то возникло небесное тело планеты Земля. Кто придал вращение этому небесному телу однозначного ответа мы не знаем. Но возникнув Земля, характеризовалась и это является очень важным ее свойством определенными параметрами движения. То есть мироздание динамично и планета Земля эту динамику демонстрирует. Многие авторы считают, что параметры движения на протяжении развития планеты Земля неоднократно менялись. Возразить что-либо против этого нечего возразить против этого действительно не могли меняться. Вопрос как? Ну вот есть предположение, что по мере того, как на планете Земля возникала биосфера и появились живые организмы, то поначалу по отношению к эклиптике наклона земной оси не было. Соответственно, это привело к тому, что инсуляция от Солнца наиболее сильно выражена была в районе экватора и потихонечку сходила на нет в районе полюсов. По мере того, как росло многообразие живых организмов, то населенный слой перенаселялся. Ну и понимая, что эту проблему надо как-то решить, было найдено инженерное решение. Любой живой организм нуждается периодически в отдыхе. То есть живые организмы бывают в двух состояниях. То есть когда они активно действуют и когда они отдыхают, подготовиваясь к следующему циклу действия. Вот учитывая это качество, было принято, надо полагать Богом, решение о том, что наклонив ось вращения по отношению к эклиптике, нужно получить эффект, когда инсуляция изменяется по мере движения по орбите превращения вокруг Солнца. Соответственно, живые организмы получают большую площадь, то есть больше ареал, где они могут активно действовать. Меняя положение относительно Солнца, меняется инсуляция. соответственно, возникает пауза, которую живые организмы могут использовать для отдыха. Но таким образом в оборот жизнедеятельности организмов попала существенно большая площадь. Это было удачное решение. Как возник наклон земной оси, опять же есть гипотезы, утверждает, что это произошло в результате столкновения с каким-то космическим небесным телом, что привело к изменению характеристик вращения Земли. В настоящее время на этом слайде показаны параметры вращения ныне действующие. Они просты, то есть полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за один год ну либо за 365 дней с небольшой четвертью. Вокруг своей оси Земля обращается за 24 часа. Наклон к эклиптике средний 23 градуса с половиной. От этого положения земная ось имеет возможность слегка отклоняться. угол этого отклонения 2 градуса 42 секунды. Вот эти характеристики они уникальны для планеты Земля и соответственно по ним ее можно выделять из других объектов имеющихся в мироздании либо в Солнечной системе. строение Земли изучается и если раньше предполагалось что ядро Земли было металлическое и это металлическое ядро было источником магнитного поля. Магнитное поле защищает излучение в мироздании помогло сформировать биосферу и жизнь в ней. В настоящий момент изучение ядра мантии натолкнуло на мысль что все-таки центральная часть планеты состоит из гидратов. И вот гидридную теорию Земли мы вам предложили в рассказе или в описании Склярова. Он с нашей точки зрения поднял очень важный вопрос который позволяет ответить на массу других которые возникли в процессе изучения ископаемых остатков археологами о том что не только параметры вращения но и размеры планеты Земля на протяжении жизни менялись. Изначально размеры планеты Земля были приблизительно в два с лишним раза меньше чем современные. Уменьшение планеты до этих размеров наталкивает на мысль что раньше когда-то не было и мирового океана. Что значит не было мирового океана? Значит все теории которые рассказывают о возникновении жизни водной среде они наверное в чем-то заблуждаются. Пути формирования популяции возникновения новых видов все придется пересматривать. На сваде 32 картинка которая иллюстрирует теорию расширяющейся Земли вот на сваде 33 та же самая информация только с точки зрения официальной науки расположенная по оси времени то есть привязана к временному течению процесса то есть в динамике иллюстрирует этот процесс поскольку процесс формирования развития Земли это процессы медленно текущие по сравнению с жизнью человечества то чтобы отслеживаться представители рода людского наверное не только в предыдущие но и тех цивилизаций которые были раньше искали эталонный процесс с помощью которого можно было бы измерять интервалы времени больших размеров и вот особенности движения планеты Земля такой инструмент человечество предоставило то есть это прецессия Земли явление прецессии это явление смещения оси от центра вращения от оси вращения представители нынешней цивилизации для того чтобы наблюдать медленно текущие процессы очень длительные на Земле построили механизм образно говоря часы с помощью которого можно было измерять эти интервалы времени используя явление прецессия и получила название это явление прецессия равноденствия прецессия равноденствия то есть смещение оси вращения относительно некоторого центра наблюдается наблюдается по восходу Солнца в день весеннего равноденствия и вот это смещение фиксирует по задикальным созвездиям соответственно цикл прецессии для планеты Земля 26 тысяч лет но в связи с тем что полный цикл прецессии оси отличается от прецессии равноденствия то есть цикл прецессии составляет приблизительно 41 тысячу лет то изобразить в виде слайда передать эту информацию возникает ряд сложностей все годы пока мы общаемся с читателями про зрение каждый год возникают одни и те же вопросы связанные с тем что объяснить механизм процессии передать эту информацию в виде слайда то есть плотно упакованного информационного файла идеального до сих пор не создано то есть все наши попытки сделать этот слайд всегда вызывают замечания некоторые замечания действительно существенны и мы над ними пытаемся работать но ничего пока лучшего чем тот слайд который представлен сейчас придумать не смогли если у вас есть варианты решения этой задачки будем благодарны за предоставление данной информации почему мы начали с обобщающей информации по формированию земли ну во-первых чтобы вы понимали что процесс этот до сих пор однозначно не описан то есть есть разные взгляды на то каким образом формировалась планета земля соответственно картина прошлого она в общем-то из себя представляет некоторые наши предположения и смоделировать данный процесс каким образом никто не придумал мы ориентируемся с нашей точки зрения на наиболее вероятное описание наиболее правильное описание этого процесса поскольку в школьном курсе потихонечку геологию вытеснили из обязательных наук вытеснили оттуда и астрономию то соответственно вынуждены вспомнить азы наблюдения за звездным небом поскольку нужно уметь измерять скорость течения процессов и уметь правильно ее отображать в картине мира ну и на следующих слайдах картинки поясняющие каким образом осуществляется наблюдение за движением звезд астрономами в принципе нам достаточно вот этих слайдов вот этой простейшей информации чтобы пояснить принципы наблюдения за небесными телами чтобы ввести в оборот что такое небесная сфера эклиптика горизонт и соответственно каким образом явление прецессии можно себе представить как это происходит в мироздании все это делается для того чтобы было понятно как явление прецессии равноденствия то есть восход солнца в день весеннего равноденствия в задикальном созвездии позволяет отсчитывать большие интервалы времени ну и на последнем слайде из цикла астрономических как раз вот этот механизм в виде часов и представлю соответственно пирамиды в Гизе фигура сфинкса как циферблат они указывают на какое-то временное событие которое для популяции человечества было крайне важно представьте себе ситуацию после очередной глобальной катастрофы человечество вдруг задумалось о том как оно жило почему случился этот катаклизм для чего-то додумалась и решила эту информацию передать своим потомкам но поскольку основная масса населения погибла погибли производственные мощности то есть техносфера была разрушена ресурсов для решения этой задачи немного каким образом передать будущим поколениям которые неизвестно когда еще разовьются до этого уровня понимания эту информацию и вот случайно уцелевшие представители предыдущей цивилизации остатки своих ресурсов решили потратить на то чтобы до нас донести информацию об опыте жизни предыдущей цивилизации естественно что это были не только сооружения на Платогизе пирамиды были и другие артефакты ну и вот рассмотрению всех артефактов мы уделим особое внимание предварительно хочу обратить ваше внимание на сложность данного вопроса она обусловливается тем что геологические слои накапливаются с течением времени популяции цивилизации живущие на планете земля в этих слоях в результате своей жизнедеятельности оставляют какие-то следы то что они считают не важно не главное к нему соответствующие отношения поскольку цивилизация была не одна то археологи которые раскапывают и ведут раскопки по своим соображениям это большое количество людей сообщества которое не работает по единому плану которое раскопки ведет по каким-то своим убеждениям представлениям которое ищет следы вполне конкретных явлений которые они изучают оно соответственно накладывает отпечаток на сбор вот этих артефактов то есть артефакты которые не выделены в данном случае интересом к ним они попадают либо в отвалы либо в запасники последующие поколения которые заинтересовались другой проблемой вынуждены мимо этих артефактов проходить есть конечно вероятность что исследователь пойдет в запасники и поиск начнет оттуда но как показывает практика жизни все стремятся в поле и соответственно заново что-нибудь раскапывать поэтому среди артефактов которые циркулируют в этой среде нет взаимопорядоченности нет взаимосвязи установленных однозначно мы попытались наиболее значимые с нашей точки зрения артефакты упорядочить то есть привязать их к временной шкале и выстроить какую-то более-менее логичную стройную картину каким образом во-первых развивалась планета земля каким образом человечество постигнув какие-то истины тайны пыталось их передать последующим поколением путем создания памятников описания всего прочего ну и вот на последующих слайдах будет вам представлена наша версия послания какое передали нам цивилизаторы ну либо люди которые уцелели глобальном катастрофе и нашли в себе силы чтобы свои знания свои свой опыт попытаться передать будущим поколениям первый и самый важный аспект этого знания современные ученые выявили то есть они установили что развитие на планете земля происходит циклично скачкообразно то есть путем цепочек катастроф то есть изменение условий жизни на планете земля оно происходит в виде катаклизмов эти катаклизмы приводят к тому что видовой состав биосферы гибнет и возникает в археологических слоях плотности погибших организмов и вот по этим по изменению плотности остатков можно судить о том что произошла катастрофа катастрофа оправдана то есть она целесообразна поскольку на планете земля возникают новые виды и им нужно жизненное пространство всему живому свойственна борьба за ресурсы и поэтому представители предыдущих популяций естественно вновь возникшие не пускают к ресурсам то есть идет конкуренция так вот катастрофа уничтожила основную массу организмов проживающих до нее создает свободное поле на котором конкурентные преимущества могут проявить как представители уцелевших видов и представители новонарождающихся и в этой конкурентной борьбе происходит заселение свободных территорий и формирование нового состава имеется в виду состава популяции в биосфере по мере похода в жизни условия меняются опять возникает необходимость в жизнедеятельности представителей других но возникающих видов чтобы открыть им жизненный путь нужна очередная катастрофа которая это жизнедеятельное пространство расчистит и соответственно в алгоритмике развития планеты Земля должен быть механизм который эти катастрофы время от времени организуют во главе фрагмента реально случившегося прошлого такие механизмы рассмотрены но механизм наиболее с нашей точки зрения вероятный он связан с тем что строение Земли в виде сфероида с твердой оболочкой и жидкой сердцевиной позволяет в результате движения и за счет неравномерности распределения массы время от времени эту твердую оболочку то есть земную кору смещать относительно центра планеты Земля и соответственно это подвижка она сопровождается тем что твердая оболочка земная кора трещит нарушается что приводит к изливанию раскаленная магма в магме есть магнитные материалы и эти магнитные материалы диполи выстраиваются вдоль направления доминирующих линий силового магнитного поля остыв эти массы это направление сохраняет соответственно геологи изучаем на поверхности Земля различные минералы фиксируют в том числе и ориентацию относительно линии магнитного поля сортируя по этому признаку различные породы которые намагничиваются достаточно хорошо пришли к выводу что подвижки как правило достигают размеров до 30 градусов то есть твердая кора земного шара относительно своего местоположения может сдвигаться до 30 градусов если рассматривать движение вдоль меридиана таких подвижек в прошлом было немало некоторые авторы считают что их было порядка 170 естественно 30 градусов по меридиану с точки зрения изменения условий жизни это подвижка на пару тысяч километров представляете как резко меняются условия обитания условия проживания различных популяций помимо этого вулканическая деятельность возникающая активизирующая при этом она наверняка приводит к значительным выбросам вещества в атмосферу что меняет условия инсоляции возникает эффект похожий на ядерную зиму то есть изменение температурного режима помимо этого подвижка на 30 градусов океаны то есть жидкая жидкая фаза вещества которое присутствует в силу инерционности выбрасывается на сушу на поверхность и что такое цунами его разрушительная сила человечество может судить по тем цунами которые довелось пережить нам за последние сотню другую лет вот этот механизм этот механизм вызван тем что после ряда циклов расширения планеты земля возникли океаны и материки расходясь в пространстве попадали в различные условия то есть зона наименее холодная то есть зона полюсов может приходиться на поверхность океана может приходиться на поверхность суши лед на суше накапливается борзуя ледник и это приводит к тому что распределение массы как на колесе вызывает биение ну и когда-то размер этих биений приводит к тому что происходит проскальзывание коры относительно центра это вот один механизм который заставляет время отремени менять видовой состав или позволяет менять видовой состав биосферы естественно такое нарастание массы происходит достаточно медленно ну и в настоящий момент мы можем видеть что на южном полюсе идет нарастание ледника то есть стекание суши ледников меньше чем идет накопление льда скорость этого накопления по современным научным даням это в год приблизительно объем великих североамериканских озер то есть это достаточно внушительная масса льда нарастает на южном полюсе рано или поздно критическая масса приведет к тому что происходит произойдет проскальзывание другая группа ученых справедливо говорит что изменение теплового режима может этот процесс либо затормозить это двинуть либо ускорить то есть разбалансировка теплового режима сбивает механизм катастроф циклически повторяющие на поверхности планеты земля это не единственный механизм который в настоящий момент ученый мир обнаружил второй по значимости механизм связан с тем что на поверхность планеты земля время от времени падают небесные космические тела в зависимости от массы этих тел могут возникать последствия связанные не только с цунами не только с активизацией вулканической деятельности но и последствия связаны с тем что земная поверхность в очередной раз проскальзывает вот гипотезу связанную с тем что последняя катастрофа была обусловлена падением небесного тела в главе фрагмента реально случился прошло мы рассматриваем помимо этого явления последние годы интенсивно идет обсуждение эффекта Жанни Бекова то есть когда в космосе вращающееся тело опрокидывается работает этот эффект или не работает в отношении планеты Земля у нас нет информации позволяющей утверждать это вполне определенно но тем не менее вариант смены полюсов в результате эффекта Жанни Бекова на этом слайде представлен вся эта информация об алгоритмике движения Земли о механизме катастроф о спусковых крючках которые запускают эти катастрофы и самое главное артефакты которые оставили представители предыдущей цивилизации в которых можно прочитать информацию об этих механизмах наводят на мысль что предыдущая цивилизация погибла в глобальной геофизической катастрофе представители уцелевших родов остатки ресурсов использовали на то чтобы информацию о причинах катастрофы донести до будущих поколений и мы в настоящий момент некоторые артефакты которые поддерживают эту гипотезу с вами рассмотрим на слайде пятнадцатом показан пояс мамонтов то есть археологи раскапывают большое количество остатков крупных животных как мамонт и они весьма характерным образом расположены вот этот пояс это преимущественное расположение нахождение остатков мамонтов выделено на рисунке красными линиями и рассматривая эти красные линии можно предположить что при другом расположении поверхности относительно вращения земной оси северной области нашей Сибири Эвенке были расположены на линии тропиков соответственно там проживало большое количество теплолюбивых животных мамонт почему все ученые убеждены что мамонт жил в теплом климате поскольку неоднократно среди остатков пищи которая хорошо сохранилась встречаются представители флоры ныне живущие и прорастающие только в тропиках в частности лотос то есть представитель тропического ареала обитания второй момент который наводит на мысль что все-таки мамонты жили в тропиках это продуктивность биоценоза мамонт слишком крупное растительное ядное животное ему очень много нужно растительной пищи для того чтобы поддерживать собственную жизнедеятельность слон по размерам несколько уступающий мамонту прокормиться в сибири да не только в сибири а южнее не в состоянии и не в состоянии потому что он замерзнет с этим как раз они неплохо справляются а из-за отсутствия зеленой пищи которая необходима для жизнедеятельности что могло сделать такую подвижку земной поверхности из наиболее вероятных событий рассматривается версия удара небесного тела космического под углом на поверхность земли ну и вот мы сторонники гипотезы о том что нынешнее филипинское море это след который образовался после удара небесного тела возник такой характерный кратер поскольку удар был с юго-востока под наклоном соответственно в этом направлении и произошло смещение земная кора твердая такой нагрузки не выдержала поэтому возникла трещина ныне известная как Мариинская впадина как самое глубокое место в Тихом океане характер цунами который тем или иным образом отобразился на поверхности говорит о том что ледовитый океан выплеснулся на материке Евразия на своем пути соответственно сгладив горы горы кольского скандинавского полуострова там действительно рельеф местности позволяет прийти к такому выводу дальше цунами встретилась с альпийской системой и во многом смогло ее преодолеть и только вот балканы не имеют следов того что на них воздействовало цунами так как на остальной территории отобразилось последствия катастрофы были ужасны и на следующем слайде можно увидеть количество животных которые находятся в археологическом слое этого периода живших ранее и те которые дожили и продолжают жить в наше время плюс озеро Байкал Каспийское море тоже озеро в своих видах живущих там имеют представителей обитающие ныне в ледовитом океане в частности нерпа тюлень в Каспийском море то есть каким образом за пару тысяч километров представители этой морской северной фауны могли попасть в Каспий либо в Пресный Байкал только результат цунами естественно что этот цунами разрушило все что было на территории смыло все наверное цунами было столь сильным что на территории Китая плодородные слои накопленные за предыдущее время были смыты и в результате нынешняя территория Китая представлена лесовыми породами и в этих породах на небольшой глубине встречаются остатки ископаемые динозавров те которые погибли значительно раньше то есть выше лежащие слои цунами просто смыло в Тихий океан обнажив и приблизив к поверхности ниже лежащие слои в которых сейчас на территории Китая находит большое количество организмов живущих живших в эпоху динозавров цунами не обошла стороной и североамериканский континент вглубь от Атлантического побережья на глубину до 800 километров время отремени находят остатки морских животных перемешку с сухопутными животными что говорит о размере катастрофы представляете цунами в прерии докатилось на глубину 800 километров вот такая была глобальная катастрофа животные погибли но отдельные представители рода человеческого выжили сохранился эпос у южноамериканских индейцев который описывает каким образом эта катастрофа произошла то есть в памяти этих народов сохранилось описание того как на небосклоне появилась светящаяся комета которая через некоторое время упала на землю и солнце стало сходить в другом месте результат этой катастрофы уцелевших людей заставил заново пересмотреть курс развития своей цивилизации подумать о причинах и там нашлись люди которые решили информацию об этом передать будущим поколениям чтобы они избежали этих ужасов ну и в качестве послания переданного будущим потомкам выбрали наиболее удивленное место на южно-африканском континенте это пустыня Наска то есть изучая фигуры оставленные на этом платам в условиях засушливого климата когда нет растений то разрушение фигур рисунков нанесенных на поверхность пустыни можно прочитать и вот этим мы сейчас попытаемся и заняться начнем мы с двух любопытных островов первый это остров Пасхи остров Пасхи треугольный в углах вершины стоят потухшие вулканы если его рассматривать как наконечник стрелы то он смотрит на Южную Америку если посмотреть в противоположном настроении то линия проведенная с острова Пасхи упирается еще в один любопытный остров Анде Тюм этот остров имеет в вершинах составлен из вершин двух потухших вулканов и эти два острова образуют стрелу указывающая на Южноамериканский континент двигаясь в этом направлении на попереджи Тихого океана на склонах кальдерьер приходим на такой знаковый символ как треугольник трезубец пролетая над этим трезубцем мы выходим на пустыню Насха пустыня Насха имеют изображение различных животных насекомых и просто линия но из фигур которая привлекла внимание исследователей есть фигурка калибри но калибри птичка очень разнообразная по цветовой гамме то есть много разных цветовых оттенков есть калибри калибри уникальная птица и наверняка изображение ее не случайно было нанесено поэтому исследователи склоняются к мысли что предыдущая цивилизация имела какое-то отношение к цветам радуги то есть указание на вот эти яркие цвета было значимо но высказывается предположение что население планеты Земля в зависимости от цвета кожи жила на разных континентах линия которая описывает земной шар вокруг проходящая частью два острова в прошлом была линия экватора проходя через Атлантику она попадает в пустыню Сахара и приходит на большую пирамиду если посмотреть на артефакты которые остались на поверхности земли вдоль этой линии то можно обратить внимание на значимые с нашей точки зрения города то есть пройдя через два острова пустыню Насха коп имплекс в Южной Америке Сакса Куйман Плато Тасили в Северной Африке в Алжире Плато Гиза Шумерский город Ур Махенджа Дара вдали реки Инда Храм Ангкор в Камбодже то все эти объекты расположены на бывшем экваторе Относительно этих объектов на равном удалении от бывшего экватора расположены и другие знаковые комплексы ныне известные археологам Прежде всего это комплекс Теотеокана Чем интересен этот комплекс У него точно так же объекты расположены в соответствии с объектами которые человечество наблюдает в космосе Соответственно есть пирамида Солнца есть пирамида Луны и ряд строений которые символизируют различные космические объекты звезды Главная улица направление от храма Солнца к храму Луны или в обратную сторону дает направление в сторону Гренландии Самое интересное что направление на Северный полюс и направление на Гренландию не суразное какое-то число представляет 15,5 градусов но если продолжить эту линию через Северный полюс то мы попадаем в город Махенджедар случайны ли эти совпадения или они несут какой-то смысл судить вам но на слайде 17 показаны наиболее интересные с точки зрения исследователей направления на вот эти комплексы представляющие себя по мнению археологов послание переданное представителями уцелевших родов и эти линии образуют звезду пятиконечную пятиконечная звезда издревле считается символом человека своими лучами концами лучей звезда опирается на линию Великой Пирамиды то есть на экватор вот эти важные главные направления если кто-то их проанализирует очень досконально в конце концов наверное позволят прочитать текст будущем поколения линии в виде звезды указывающие на центры цивилизации можно по-разному интерпретировать но в частности например город Маханжедара город раскопан и раскопки начались еще 1924 году и на этом объекте обнаружили следы которые приводят к мысли что он погиб в результате воздействия аналогичного ядерному взрыву воздушному ну и соответственно все эти артефакты в настоящий момент изучаются и они похожи один в один на последствия атомной бомбардировки в Японии то есть города Хиросима и Нагасаки подвергся такому же воздействию оставили те же самые следы «Он дик недели 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 Субтитры сделал DimaTorzok